Хозяева многих могил на Лазаревском кладбище уже ушли из жизни. Вторгаться на территорию частной собственности, которой является захоронение, нельзя. Это уголовно наказуемо. На сегодняшний день проблемы всех закрытых кладбищ, где запрещены новые захоронения. Почему? Потому что постепенно люди уходят и могилы, за могилами остается некому ухаживать. Собственно, вот это самая большая проблема, поэтому они кажутся такими неухоженными. Лазаревское кладбище имеет статус муниципального мемориально-исторического комплекса. На этом некрополе погребены герои Бородинского сражения, участники русско-японской и Великой Отечественной войны. Многие известные рязанцы нашли последнее пристанище здесь. Покоятся, конечно, не только священники, не только находится склеп и захоронение семьи Павловых, но здесь покоятся другие священники, наиболее для нас известный, это композитор духовный. Михаил Виноградов, протерей Михаил Виноградов, который служил недалеко, в Екатерининской церкви, недалеко отсюда. На территории некрополя не раз проводились субботники, однако полностью преобразить погуст пока не получилось. В благоустройстве не раз помогали волонтеры. Они осуществляют перепись захоронений и вносят в существующий реестр похороненных на кладбище. Студенты у нас ежегодно по нескольку десятков могил описывают и это дает возможность, если это описано студентами, то значит это захоронение есть и мы можем его искать. Но с другой стороны, описывая порядно захоронение, видим, что просто никаких обозначений видно, что здесь была могила, но никаких обозначений, ни ограды, ни памятника, ни креста, никакого любого другого обозначения нет. И в этом тоже сложность. Рязанцы считают, что кладбище нужно привести в порядок. Здесь много разваливающихся оградок, нет нормальных дорожек, чтобы можно было без проблем перемещаться по территории. По мнению горожан, этот рязанский некрополь нужно преобразить. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».